Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня в рубрике «Читаем дома» я познакомлю вас с книгой Дмитрия Глуховского. Автор известен по постапокалиптическим фантастическим романам «Метро». Также у него написаны романы «Будущее», «Сумерки» и другие. Книги Дмитрия положили начало популярной серии «Вселенная метро-2033». И вашему вниманию я хочу представить книгу «Текст» в новом для писателя жанре «Реализм». Вышла она в 2017 году, номинировалась на несколько литературных премий. А в 2019 году роман был экранизирован. О чем эта книга? Главный герой – Илья, молодой парень. Он выходит из тюрьмы, где отсидел 7 лет по ложному обвинению. За время его отсутствия в стране, как и в жизни, его поменялось все. Телефон стал неотъемлемой частью человека. Он хранит все наши воспоминания, переписку. Очень многое можно узнать о человеке, просто заглянув в его телефон. И это первое, что бросается в глаза молодому человеку. Вернувшись домой в родной город Лобню, его ждет ужасная новость. Мама скончалась. Его никто не ждет. Любимая девушка ушла от него. Друзья отстранились, стали чужими. У них своя жизнь. И все, что Илье осталось – это мстить человеку, по чьей вине он сел в тюрьму. Этот человек – лейтенант Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Петр Хазин. У Хазина в жизни все хорошо. У него есть девушка. Он ведет жизнь московского мажора. Отец помог ему подняться по профессиональной лестнице. Об этом главный герой узнает, заполучив телефон Петра. И что дальше? Как Илья воспользуется смартфоном, узнаете из книги. Это книга на любителя. В романе присутствует и драма, и криминальная интрига, и психологический триллер. Это мрачная история, но она не отпустит до конца. Ее стоит прочесть, хотя бы потому, что эта история настолько реалистична. Она захватывает и заставляет задуматься о влиянии мира на тебя. И влияние телефонов на нашу жизнь. Приятного чтения!